Открытие в городе нового детского сада всегда радостное и долгожданное событие. Правда, иногда слишком долгожданное. Так, садик по улице Гладкова в Чебоксарах не могут сдать уже больше года. Сегодня республиканские и городские руководители смотрели на голые стены здания и решали, что со всем этим делать. Перерытая площадка, мрачные голые коридоры, строительные леса. Это здание не что иное, как уютный современный детский сад на 235 мест. Точнее, оно должно было им стать еще год назад. Порадовать горожан новыми местами в детском дошкольном учреждении планировалось в августе 2012-го. Потом срок перенесли на сентябрь 2013-го. Но даже человеку, который далек от строительства, понятно, что этой осенью сюда будут ходить не дети, а рабочие строители и контролирующие органы с проверками. Директор застройщика в очередной раз бодро заявляет – работаем. Работаем сейчас как бы. Работаем. На чем работаем? На чем? Работаем на тем, когда начнем стяжку, да? Ну, планируем сейчас. Сейчас по отоплению вопросов разведем все как бы и будем заливать. То есть даже отопление не решено? Нет, все решено, сделано, стейки как бы подводят. Сейчас просто необходимо горизонт пройти, будем заливать. Ну, такое ощущение, как это. Вы, да, вкусно с кого-то запускаете. Важнейшая работа, чтобы... Пока строители планируют заливать стяжку, садик заливают кое-чем другим. Видимо, вследствие каких-то недоработок на верхнем этаже образовался небольшой водопад. Где-то идет сварка, где-то покраска стены. Только что прибыла фура с панелями утеплителя. Казалось бы, работы действительно ведутся. Однако на деле все как в песне. Что бы они ни делали, не идут дела. Хотя и деньги выделяются, и правительство готово идти навстречу. Чтобы ситуация на этом острове невезения как-то сдвинулась с мертвой точки, директору строительной компании посоветовали засыпать и просыпаться с мыслью об этом объекте. Ну, измени ментальность, подход измени. Мы же с ГУХСом отрабатываем. Могу ложить тебя спать, буди из будильника, приезжай, скажи. Мы с ГУХСом работаем. Как ребенка в детский сад могу отвозить на объект. Бюджетные деньги, которые выделены в достаточном количестве, подрядчик, подрядная организация не осваивает, не обеспечивает ввод объекта в строй. Опоздание объекта на целый год, это, конечно, ожидание родителей, ожидание детишек мы обманули. Уже сегодня с городом идут судебные процессы, претензионные письма в адрес подрядной организации уже отправлены. Параллельно с строительством идет процесс разбирательства, почему это происходит. И соответствующие органы уже выставили на сегодня претензии. Застройщику в очередной раз дали время. В этот раз до декабря 2013 года. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.